Само по себе слово нейросети понятно далеко не всем, поэтому мы в простой форме сейчас поговорим про это понятие, посмотрим, как нейросети могли бы помочь выполнять автоматизацию, ну и разберемся в этом вопросе более глубоко. Что же ты за дрянь? А с вами проект Перлка 1С, меня, как и раньше, зовут Юрий Трифонов, и мы переходим к изучению нейросетей. Слово нейросети появилось довольно давно, уже больше 25 лет, этот момент изучается, и с момента появления первых компьютеров такие мысли уже мелькали. Однако изучение этого вопроса в последнее время становится все более и более интенсивным, а нейросети все больше и больше внедряются в нашу жизнь. Нейросети – это специальная компьютерная программа, обладающая определенными характеристиками, обладающая специфическим построением алгоритма. Если простая компьютерная программа строится на логике, что если вы увидели птицу, то эта птица должна, не знаю, перейти дорогу, а у вас там значение должно стать минус один. Алгоритм может быть совершенно любой, он линейный, простой, и как мы рассказывали в блок-схемах, посмотрите ролик про блок-схемы, тоже очень важно и интересно, блок-схемы, когда будет линейное разделение, будут, скажем так, служебные и тоже в какой-то степени линейные. Нейросеть же действует совершенно по-другому. Нейросеть – это самая обычная программа, которая написана на самом обычном языке программирования, чаще всего там на питоне или на каком-то похожем языке. И эта нейросеть умеет мыслить как человеческий мозг. Чем отличается человеческий мозг? Тем, что мы, когда мыслим, мы все мысли сопоставляем друг с другом. У нас мысль пойти в магазин всегда связана с мыслью, получивая зарплату или нет. И вот эта нейронная цепочка, которая образуется между двумя мыслями, между двумя действиями, как раз-таки отличает способность мыслительного процесса человека делать какие-то сложные решения, принимать сложные решения от линейной логики компьютера, который не умеет ничего. И даже есть анекдот про программистов, что программист, когда ложится спать, ставит себе на стол два стакана, один полный солодой, а другой пустой, полный на случай, если захочет пить, а пустой на случай, если не захочет пить. Вот это пример простейшей логики линейной, которая просто дубовая и непрошибаемая. Программа, называемая нейросетями, в отличие от линейных алгоритмов, имеет возможность ветвиться и принимать более сложные решения. Нейросеть обычно содержит несколько ступенчатых алгоритмов, которые взаимосвязаны друг с другом. Вот эти вот связи и являются, по сути, нейронными связями. И как все это работает? Скажем, у нас есть алгоритмы. Один алгоритм увидел птицу, второй алгоритм зарядил ружье, и третий алгоритм выстрелил, наведя это ружье на птицу. Когда эти алгоритмы связаны общей логикой, получается, что у нас сразу три программы принимают решение для работы одной общей программы. И на основании этой логики можно сделать обучение нейросетей. Если простая программа у нас может выполнять только линейный алгоритм, вошел, вышел, ушел, то нейросеть у нас может обучаться. Что значит обучаться? Это значит, что у нас есть некоторые промежуточные алгоритмы, которые принимают некоторые решения. И это решение, принимаемое, у нас как раз-таки и строится, исходя из полученных промежуточных данных. Звучит это ужасно и совсем непонятно, а мы это хотели объяснить просто, поэтому давайте разберем пример, ну, скажем так, на работе алгоритмов компьютерного зрения. Пускай он состоит из трех этапов осмысления. Эти три этапа осмысления позволяют компьютеру обучаться. В чем будет заключаться обучение с программной точки зрения? Скажем, есть одна цепочка, которая оценивает объект. Вот есть у нас птица. И цепочка построена таким образом, что ищет характерные особенности. Скажем, вписываем птицу в круг и смотрим, где птица этот круг пересекает. Если птица пересекает вот тут вот круг, вот тут вот круг, то компьютер делает для себя вывод, что вот эта вот фигура, представляющая из себя круг, была пересечена вот здесь, и при вписании птицы имеет такие-то координаты. А если мы впишем в этот круг, допустим, часы, то часы будут пересекаться с кругом вот здесь, вот здесь и вот здесь. Компьютер уже для себя отметит, что координаты пересечения для круга были такие-такие для птицы, а для часов такие-такие. Это будет два разных объекта, которые компьютер выявил сам. Исходя из этого алгоритма, можно написать еще одну цепочку. Вот эти цепочки будут способны отличать предметы. Первый алгоритм собрал информацию, а второй алгоритм сделал выводы. И выводы какие? Что если пересечение с кругом там-то, 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 то это птица. Если пересечение там-то, там-то, то это часы. И вот у нас уже вторая стадия работы этой программы смогла отличить два предмета. Такое невозможно для простой программы, имеющей линейную логику работы. А нейросеть это умеет сделать. Это простейшая модель обучения. Ну а дальше как можно сделать? Можно взять вот эту вот птицу и с помощью обычного механического манипулятора отложить ее там, пускай на складе магазина игрушек. А вот эти часы отложить в другой ящик. Это уже третья ветвь алгоритма. А вот подобным образом строится обучение нейросетей. Это те самые самообучающиеся алгоритмы. Кроме того, можно написать алгоритм внутри этого большого алгоритма, который будет учить нейросети обучаться. Например, у того же самого Ютуба, который вы сейчас смотрите, для подбора рекомендуемых видео используются сразу три нейросети независимых, которые выделяют нужное видео и подкидывают его вам в рекомендуемых. Это очень сложный процесс, и строится он как раз на том, что нейросеть постоянно себя обучает. Нейросеть сама придумывает себе, каким образом оценивают зрителя. Может быть, она возьмет соотношение пола зрителя, возраста зрителя и, не знаю, там, место проживания зрителя. Исходя из этих суммарных данных, она сделает отчет, выявит какие-то закономерности, а уже исходя из их закономерностей, она будет подкидывать нужное видео. Для того, чтобы не было ошибок, вот эти алгоритмы, они три раза перепроверяют. Это просто панацея для автоматизации. Но почему до сих пор тогда в автоматизации бизнеса нейросети практически не используются? Но все дело в том, что эти технологии стоят огромных денег. Это многомиллионная технология, и нейросети нужно разрабатывать конкретные задачи. Есть, конечно, уже общие наработки, есть какие-то API, которые можно использовать для написания программного продукта. Но так или иначе, если вам нужно решать конкретную задачу, скажем, по исследованию этой птицы, правильнее будет составить алгоритм для исследования этой птицы. Это касается, например, аналитики на складе какого-либо предприятия. Для каждого склада нужна свою нейросеть. Это многомиллионная затрата, а еще обслуживать их очень сложно. Потому что если линейный алгоритм, который измеряет количество коробок, проданных с кодом 1, 2, 3, и делается это линейно, и всегда может программист залезть и посмотреть, где произошел сбой в логах, то в нейросети эти логи нужно ковырять, наверное, вместо одного программиста, в группе программистов с 50 человек, для того, чтобы найти, где программа неправильно обучилась и где произошел сбой. Поэтому нейросети сейчас актуальны только для глобальных проектов, типа, вот как я уже сказал, камеры видеофиксации, нарушения ПДД, или там для глобальных проектов по аналитике на крупных ресурсах. Для мелкого же бизнеса все еще актуальным остаются простые методики, которые чуть-чуть отошли от Excel, но при этом не являются нейросетями. Но из всего этого сказанного следует и главный недостаток нейросети. Мы никогда не знаем, что нейросеть себе додумает. И если алгоритм самообучения у нейросети будет заточен немножко неправильно, то ситуация может дойти до ситуации, показанной в фильме «Терминатор» всем любимым. Там что получилось? Как мы помним, там SkyNet принял людей как врагов, и все заводы, все устройства, все роботы начали людей истреблять. Был еще похожий фильм «Вирус», там, в принципе, то же самое было продемонстрировано. И, в принципе, все эти проблемы начались из-за того, что нейросети себя неправильно, с нашей точки зрения неправильно обучили. Нейросети – это, по сути дела, искусственный интеллект. И как этот искусственный интеллект себя поведет, никогда сказать нельзя. Подобным образом мы можем наблюдать ошибки, которые могут произойти в логике работы каких-либо сервисов. Например, не так давно один из известных сервисов статей, какой говорить не буду, допустил очень интересную ошибку. В материалах, содержащих картинки арбузов, он увидел картинки ранений недопустимого контента. Миллионы хороших каналов были заблокированы из-за того, что так решила нейросеть. Модераторы в этом не участвовали. Когда начали разгребать, еле-еле нашли концы с концами, потому что пришлось в ручном режиме оценивать реальные фотографии, и реальные фотографии серьезных травм нужно было в ручном режиме отличить от фотографий арбузов. То есть бывают такие комичные ситуации. Но это хорошо, когда нейросети у нас определяют статистику и подбирают видеорекомендуемые. А если бы нейросети нам, не знаю, подвозили самолеты или могли управлять какими-то более серьезными агрегатами, для нас это могло быть серьезной проблемой. Поэтому искусственный интеллект – это штука, которую нужно очень хорошо оценивать, это штука, которую нужно очень хорошо изучать и анализировать. Ведь когда программа начинает думать, как будет работать ее мыслительный процесс, и какие варианты отчетов у нее в голове созреют, мы не знаем. Ну а на этом, наверное, краткий экскурс в нейросети можно завершить. Всем спасибо за внимание, надеюсь, было интересно. Если это так, ставим лайки, подписываемся на проект. Ну и до новых встреч! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!